Часовня закрыта для посещения. Временно. Что к чему? Любопытно же, туристы сегодня заглядывают в портал на уровне балконов. В скамьи под целлофаном из алтаря исчезла родовая реликвия. Образ матери божьей Лаританской. Свет в странных отверстиях стене по ту сторону галерея. Около 16 метров с арочными сводами. Уже обнажили кладку середины 18-го столетия. Это процессуальный коридор, в котором мы хотим достичь эмоционального воздействия с помощью света, с помощью мультимедийных инсталляций и акустических. Очень активно работаем с профессором Ольгой Дмитриевной Баженовой. И она, конечно, обращалась к опыту польских музеев и польских научных исследователей. Около 100 квадратных метров сделают достойными артефактов, изъятых из фамильной крипты по закону спасательной археологии. 92 предмета теперь в музейном фонде. Эфирные премьеры. Ермолка с вышивкой князя Сиротки. Это он более 4 веков назад возвел замок. Туфельки 35-го размера с ноги знаменитой пани Франтишки Уршули. Одежда рассказывает правду о своих хозяевах. Время не пощадило эти предметы. Нам приходится прибегать к услугам наших партнеров из Литвы. У них очень хорошая школа реставрации. Процесс идет очень кропотливый и длительный. Из таких знаковых вещей это сапоги Пани Коханку. Ботфорты большие. Шелковая лента и комплекс орденских звезд из арсенала князя Рыбаньки. Это по его воле. В 1758 семья стала собираться под сводами резиденции на общие молитвы о живых и усопших. Древние римляне говорили. Мемента мори. Помни о смерти. В капелле установят часть витрин с артефактами. Пожалуй, самые необычные выставки в стране. С внешней стороны процессуальные коридоры, прилегающие помещения, скрывает вал. Фактически экспозиция будет подземной. Согласно легенде, узников замка ввели на мессы по секретному ходу. Его выявили во время реставрации, но решили не открывать. Через год у входа в галерею вырастет колонна. Своего рода рекламный столб. Соберут из фрагментов старых фундаментов и капителей. Оказывается, под небом не свежо. В уникальной экспозиции не все краеугольные камни дома, которые создали радивилы для жизни вечной. Александр Матиас, Юрий Лбовников. Наши новости. Минская область.